Долгожданный первый полет модернизированного российского ракетоносца Ту-160М2 новой постройки состоялся. Как сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации, новейший ракетоносец взлетел 12 января 2022 года. Полет первого изготовленного с нуля Ту-160М2 «Белый лебедь» состоялся на аэродроме Казанского авиационного завода имени Горбунова. Ракетоносец провел в воздухе около 30 минут. Полет проходил на высоте 600 метров, экипаж проверил устойчивость и управляемость самолета в воздухе, совершив несколько маневров. О выкатке первого Ту-160М2 новой постройки сообщалось еще в ноябре прошлого года, изначально планировалось, что взлетит он 18 декабря, как раз к 40-летию первого полета Ту-160. Но планы руководства авиазавода поменялись и самолет приступил к пробежкам только в начале января этого года. Отметим, что это первый самолет новой сборки из установочной партии на 10 ракетоносцев в рамках контракта, заключенного еще в 2018 году. Все самолеты в рамках этого контракта должны быть построены до 2027 года, одновременно глубокую модернизацию должны пройти 15 строевых ракетоносцев Ту-160. Самолеты новой сборки и глубоко модернизированные строевые бомбардировщики не будут отличаться друг от друга, однако получили разную маркировку. Ту-160М для модернизированных строевых и Ту-160М2 для построенных с нуля. Подчеркивается, что хотя самолет и сохранил внешний вид, но создан он на совершенно новой базе с использованием цифровых технологий. Как заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, в Казани восстановлен полный цикл производства Ту-160, но уже в модернизированном варианте. Благодарю за просмотр.